Как заставить человека вернуть долг? Наверное, с каждым случалось, что когда у вас просили дать в долг, вам хотелось отказать. Человек, дающий в долг, вполне оправданно опасается, что больше не увидит своих кровных. Ну, или в лучшем случае, ему придется, дав деньги, руками, забирать их ногами. А отсюда приходит на память поговорка «Если не хочешь потерять друга, не давай ему в долг» со всеми этими утверждениями не поспоришь. Но в то же время, как отказать другу? И как поступить, если вы уже заняли кому-то, а должник не спешит отдавать вам обратно ваше сбережение? Так что же выбрать, белую денежную магию или божественную помощь? В кратчайшие сроки вам может вернуть свои деньги заговор. Но учтите, что заговор является прямым воздействием на волю и разум человека. Тогда как молитва – это своеобразный способ общения между небесами и человеком. Особенности белой денежной магии. К бытовой магии также относятся все ритуалы, связанные с возвратом долгов. Прежде чем выбрать именно этот способ возврата денег, необходимо знать тонкости ритуалов этой магии. Лишь период растущей луны является самым благоприятным периодом для сильного заговора на возврат долга. Но не спешите обращаться к магии, сначала попробуйте убедить должника вернуть вам деньги. Если же на все просьбы вы получили невразумительные ответы и тем более, если не услышали конкретной даты возврата долга, например, 15-го числа у должника будет зарплата и он обязуется 16-го облегчить свою совесть, то, по всей вероятности, долг вам не вернутый. Пора сделать заговор на их возврат. Как только заговор подействует и вы получите свои деньги назад, мысленно поблагодарите должника. Отпустите все недобрые мысли о нем, это положительно скажется на вас обоих. Рекомендации просты, но необходимо точно следовать им. Несколько сильнейших заговоров Обряд с веником И именно этот обряд является самым действенным при условии, что должник проживает рядом с вами. Возьмите два веника, новый и старый. Хорошим нужно подмести порог должника, приговаривая потом возьмите старый веник, также подметите им порог должника, а потом бросьте от него несколько прутиков со словами, прочитав заговор, идите домой. Возврата всей суммы ждите в течение месяца. Чтобы освободить вас обоих от действия заговора, думайте о должнике только хорошо. Обряд с монетой При возврате денег, одолженных близким людям, используйте лишь легкий заговор с монеткой. Если использовать сильный, то дружбу вряд ли удастся сохранить. Возьмите монеты из белого металла, среднего достоинства. Рано утром найдите елочку и закопайте под ней монетку. При этом говорите так, заговор нужно повторить три раза, а потом идти домой. На утро позвоните должнику с напоминанием о просроченном займе. Это можно сделать в течение ближайших семи дней. Когда же вы получите свои деньги назад, монетку нужно откопать и сохранить. Обряд на коробок спичек Если вы уже не надеетесь вернуть свои деньги, то вам может заговор на спичках. Купите один коробок и тонкую церковную свечу. Когда стемнеет, начните поджигать спички по очереди от этой свечи. Но делайте так, чтобы предыдущая сгорела, только после этого поджигайте следующую. Во время всего этого процесса говорите такие слова, слова заговора повторяйте, пока совершаете обряд. От сгоревших спичек соберите пепел и храните его до того момента, пока вам не вернут деньги. Обряд на зеленую свечу Важно! Зеленую свечу обязательно покупайте только в эзотерическом магазине. Проговаривайте слова, зажигайте ее каждый вечер до тех пор, пока не получите свои деньги назад. Задолженность по зарплате Как заставить работодателя выплатить задержанную зарплату? Перестаньте думать постоянно о своей ненависти к начальнику и не жалейте себя. Лучше начните действовать. Для этого примените сильный и проверенный заговор на возврат долга с вениками. Слова заговора те же, а вот сам обряд будет несколько отличаться. Обряд также возьмите старые и новые веники. Отломите от каждого по прутику. Поводите по косяку двери кабинета начальника. Потом нужно хлестнуть прутиком от старого веника по двери и прочесть заговор товар в долг. Бывает, что постоянный покупатель, который всегда вовремя отдавал деньги за взятый в долг товар, вдруг надолго пропадает. Для того, чтобы вернуть такой долг, нужно, стоя у своего прилавка, произнести заговор мысленно, обращаясь к должнику, но глядя в сторону. Двери, глядя, а вот уже и покупатель свой долг принес. Как скоро начинает действовать заговор? Заговор начинает действовать в процессе совершения ритуала. И практически всегда посылаются знаки о том, правильно ли вы делаете его или есть ошибки. Если хлопнула дверь, послышались посторонние звуки, резко и безвидимой причины. Всколыхнулось пламя свечи, резкий порыв ветра распахнул. Окно. Это означает, ритуал начал свою работу. Но если свеча потухнет или произойдет что-то другое, явно мешающее совершению ритуала, это значит, вы где-то ошиблись и что он может не подействовать. Проверьте, все ли вы делаете правильно. На растущую луну ли вы совершаете обряд? Если же вы заметили несоответствие, повторите его позже, в правильное время и точно следуя ритуалу. Как получить божественную помощь? Любая молитва имеет большую силу и помогает только тем, у кого доброе сердце, чистая совесть, а также есть вера в силу молитвы. При этих же условиях молитва поможет вам вернуть денежный долг. В Библии написано, это означает, что Бог вас услышит и поможет, но только в том случае, если молитва не противоречит христианской морали. Как правильно просить божественную помощь? Главное условие – молитва должна идти от души. Но для того, чтобы молитва была услышана, ее стоит произносить в намоленных местах таких как храмы, а также красный угол в доме, где стоят иконы. Троекратным крестным знаменем и поклонами необходимо начинать молитву и межею заканчивать. В конце молитвы обязательно нужно произнести «Аминь». Не имеет значения, как громко вы будете произносить молитву. Это можно делать как вслух, так и шепотом. Лишь бы слова молитвы четко отражали суть вашей просьбы, то, что вы хотели бы получить. Но сначала обязательно посетите храм и попросите о здравии должника, подав заказную записку для молебна. Поставьте три свечи к иконе Иисуса Христа, прося его помочь вам в возврате долга. Когда вы произносите молитву на возврат денег, обращайтесь к господу или святому Иоанну, причем имя должника в молитве произносится обязательно. Купите двенадцать свечей иконы Иисуса Христа и Николая Угодника. Дома вы должны быть в комнате в одиночестве, рядом с иконами начните зажигать свечи. Нужно представить заемщика в добром здравии, будто он идет к вам возвращать долг. При этом троекратно читайте молитву, если вы все сделаете правильно и просьба о возврате долга будет произнесена от души-то. Можете не сомневаться в скорейшем получении занятых у вас средств по каналам Святого Православия. Молитва после возврата денег. После того как вы получите деньги, необходимо прочесть молитву за бывшего должника и так справедливость восторжествовала. Исходя из своих личных соображений или повинуясь велению души, вы выбрали способ возврата долга и воспользовались им. Если помыслы ваши были чисты и все вы сделали верно, то и долг вы вернули и бывшему должнику не нанесли вреда своими действиями. Жизнь штука сложная и кто знает, в какой момент времени вы сами можете оказаться в подобной ситуации. Тогда и вам воздастся по делам вашим.